Особая работа совершается с целью просочиться в церкви и религиозные учреждения, так же как и в правительство. Эта работа включает в себя колоссальное число всевозможных учреждений. С какой целью совершается это проникновение? Целью является все та же цель, которую имеет Римская католическая церковь своей главной целью во все века. Просочиться, проникнуть во все сферы жизни человечества, в которые римский католицизм может взять контроль и доступ к рычагам, при помощи которых он станет мировым правительством. Это значит, что в приготовлении к владычеству над миром римский католицизм создал орден иезуитов в 1541 году. В 1541 году и в течение почти 500 лет с тех пор они готовятся к этому, проникая и пропитывая все слои общества, чтобы взять власть над миром политическим и миром религиозным. Две доктрины, позволяющие достигнуть этих грозных целей, определены в римском католицизме очень хорошо. Одна из доктрин называется «Учением об апостольском преемничестве». Она имеет дело с институтом папства. Вторая доктрина называется «Учением о временной власти». Она имеет дело с мировым правительством. Обе доктрины очень актуальны, потому что, как вы видите, папа на своей должности соответствует требованиям обоих доктрин. Он не только является главой своей церкви, как он и называет себя словами Павла II, он называет себя пастором своей церкви. Но он не только пастор церкви, он также является и главой своего государства, своей страны. Это значит, что он является главой политической единицы. Обе системы власти соединены в его лице. Говоря о пророчествах, мы как раз это и видим в книге Откровения, где постоянно политическая власть идет рука об руку с религиозной властью. Я обучал и подготавливал людей в различных иезуитских организациях, таких как «Синья армия» и другие организации специального назначения. Я многих людей подготавливал и рассказывал, как они могут стать баптистами, как они могут стать адвентистами, как они могут стать методистами, как они могут стать пресвятерянами, как им стать пятидесятниками и всеми остальными представителями религий, чтобы они могли проникнуть в эти организации. Я бы хотел задать вопрос, и думаю, что для этого как раз настало время. Не имеет ли организация «Синяя армия» какое-то отношение к организации под названием «Фатима»? Да, это верно. «Синяя армия» содействовала развитию этого культа, этого сатанинского культа здесь, в Соединенных Штатах. В каждой стране римский католицизм способствует развитию этих движений до такой степени, что они чрезвычайно искажают истину. К примеру, то же представление о Марии, которое противоположно библейской истине, об истинной Марии, которая описана в Евангелии. Католики открывают перед подобными организациями путь для развития и роста. «Синяя армия» больше всего содействовала развитию культа, исказившего истину о Марии здесь, в Соединенных Штатах. У иезуитов есть отдельные, но подконтрольные им организации. Есть масоны, есть иллюминати, есть движение «Новый век», есть трехсторонний союз, есть так называемый «Римский клуб» и многие другие организации и клубы, которые так или иначе содействуют и исполняют планы иезуитов в их сфере и области жизнедеятельности, будь то тайной или публичной организации. Иезуиты нуждаются в контроле различных областей, сфер и людей, и таким образом они подготавливаются к установлению тотального контроля с помощью этих организаций. Помимо этой задачи, они имеют планы на установление того, что они называют христианской демократией. Эта система отношений еще одной детище организации под названием «Опустеи». Данное слово происходит от латыни. Латинское определение этого латинского термина «работа Божья» означает. То есть слово «опустеи» состоит из двух частей, или из двух слов. Первое слово «опуст» означает «работа» или «дело», а второе «теи» означает «бог». Получается «опустеи» – «дело Божье». Совет Тренд в свое время был проведен под контролем иезуитов, да. Как насчет Ватикана 2, есть ли между этими советами какая-то связь? Да, связь весьма и весьма пророческая. Я был на этом событии, и я думаю, что тут нет ничего загадочного. Эта связь настолько пророческая, что когда состоялся совет Тренд, это был первый совет, которым управлял орден иезуитов. Совет в Ватикане проводился тем же самым орденом иезуитов с тем же самым намерением. С таким же намерением. Вы знаете намерение и цель совета Тренд. Целью совета Тренд была контрреформация. Но каким было намерение совета Ватикана 2? Целью была еще одна контрреформация, но называлась она уже словом «возрождение». Вы теперь видите, в чем дело. Изменению подверглось имя, но намерение осталось прежним. Добавилась больше загадочность. Контрреформация была принята как цель на совете Тренд. Полная контрреформация совершалась по решению совета Тренд. С того времени и до сего дня совет Ватикана 2 выступил с инициативой возрождения. Это был второй шаг. И я бы сказал, последний шаг в процессе контрреформации. А как насчет харизматического движения? Какая с ним есть связь? Харизматическое движение служит не одному, а нескольким намерениям и планам. Мы уже говорили о движении в пользу смещения с субботного воскресенья и о том, что различные деноминации имеют дело с какими-то конкретными вопросами. Харизматическое движение играет свою роль, потому что оно используется по одной причине. Иезуитам нелегко было работать с пятидесятническими деноминациями. Это был крепкий орешек. Даже несмотря на то, что пятидесятникам предлагалось участвовать в экономическом движении еще со времен Второй мировой войны, поскольку это движение началось еще тогда, весь, ведь Всемирный Совет Церквей начал свое существование при поддержке иезуитов в Европе в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, или во время ее окончания. Уже тогда иезуиты неустанно трудились для объединения всех протестантов Европы. И эта деятельность привела к созданию Всемирного Совета Церквей и экуменического движения. Сегодня харизматическое движение служит этим целью. Пятидесятники, которых трудно было привлечь к экуменическому диалогу, уже привлечены к нему посредством так называемых харизматических даров. Считаете ли вы орден иезуитов так называемым тайным обществом? Да, это общество можно считать тайным обществом, с той точки зрения, что орден иезуитов, вернее то, что вы и остальные люди о нем знают, не является подлинной информацией и подлинным орденом иезуитов. Это значит, что даже не все иезуиты в самом ордене иезуитов знают все секреты и тайные планы, которые существуют в тайных обществах, их тайного ордена. К большому сожалению, об этом даже не хочется говорить, но на сегодняшний день в истории Соединенных Штатов и в истории президентов США трудно найти президента, который бы не был избран при поддержке иезуитов с самого времени президента Вашингтона. Если вы еще этого не знаете, президент Вашингтон уже был избран благодаря иезуитам, чтобы посодействовать первым связям Америки с Ватиканом. Он был первым таким президентом в этой стране. С тех пор президент Рейган поставил самую жирную точку на всей истории этой тайной деятельности, потому что никакой другой президент настолько не сближался с Ватиканом, как президент Рейган. Даже Джон Кеннеди на это не решился. Это значит, что иезуиты смогли совершить через президента Рейгана то, чего они не были способны достичь даже через президента Кеннеди. Тем не менее, я бы сказал следующее. Религия президента Кеннеди представляет собой ничто другое, как другое выражение католицизма. Возможно, мне нужно прояснить сказанное. Римский католицизм представляет собой не только римскую католическую церковь. Римский католицизм также включает в себя и те организации, которые находятся за пределами самой католической церкви. Это значит, что за пределами римской католической церкви существует много дочерей католической церкви. И наряду с существованием этих дочерей существуют также и дети этих дочерей. И, безусловно, президент Рейган принадлежит к одной из этих дочерних организаций. Он имеет отношение с Ватиканом сегодня, что привело к нескольким последствиям. Одно из них – дипломатические отношения с Ватиканом. Второе – приготовление к подписанию договора между Ватиканом и Соединенными Штатами. И чтобы вы знали, эти процессы не происходят за один день. Президента Рейгана долго готовили к тому, что происходит сегодня. Готовили с самого того времени, когда он еще снимался в хорошо известном фильме, который показывают и сегодня. Очень старом фильме о футбольной команде Нотр-Дама. Именно в то время иезуиты и вышли на связь с Рейганом. Иезуиты в своей деятельности не вовлекаются в острой ситуации непосредственным образом. Они играют только интеллектуальную роль в приготовлении к тем событиям, которые уже происходят без их прямого участия. Возьмите, к примеру, Авраам Линкольн. Президент Авраам Линкольн был убит по инициативе иезуитов, но само убийство иезуит не совершал. Тем не менее, иезуит разрабатывал и готовил покушение на жизнь президента и готовил самих исполнителей этого покушения. То же самое произошло и с покушением на жизнь президента Кеннеди. Убийство Кеннеди – это еще один факт, который может быть доказан в любое время. А именно, что все было сделано иезуитами, чтобы избавиться от президента, который был позором для католической церкви, которой он принадлежал. Мы имеем две различных крайности. Авраам Линкольн был искренним христианином, верным христианином, а в лице Кеннеди мы имеем человека, который принадлежал католической церкви, но не оправдал доверие своей организации, когда он вознамерился совершить то, что он считал правильным совершить для Конституции и для католической церкви, будучи на посту президента католика. Когда он возвысил Конституцию Соединенных Штатов над принципами и курсом своей церкви, он тем самым навлек на себя беду. Позвольте сказать, что рыцари Колумба заполнили огромную нишу, которая была в Соединенных Штатах в сфере образования, и особенно государственного образования. Ответственность за хаос в сфере государственного образования в Соединенных Штатах принадлежал и принадлежит рыцарям Колумба в США. Что вы можете сказать о деятельности Аль-Каззира и Ревира? Эти люди были иезуитами, которые начали свою деятельность еще до наступления 17-го столетия, и которым уже было поручено проникнуть в протестантизм. В то время данное проникновение было очень нелегким делом, потому что реформаторы могли очень легко распознать иезуитов, ведь они вели прямые дебаты и дискуссии с Ватиканом. Римские католики и инквизиторы с огромными усилиями проникали в христианские церкви, даже в Испании, где они владели всей страной. Это было для них очень тяжело, и несмотря на все эти трудности, они все же проникали и проникали. Они поклонялись Богу среди протестантов во всех их местах поклонения вместе с ними благодаря этому проникновению. Но в данном случае эти люди были отправлены не с той глобальной миссией, с которой, к примеру, служил я. В данном случае они были направлены с тремя особыми миссиями, особенно с одним заданием, которое относится к пророчествам. Они были особым образом назначены для работы в области пророчеств с заданием исполнить как минимум два вида работы. Во-первых, упразднить все пророчества, касающиеся происхождения Антихриста, к самому Антихристу и к взаимосвязи термина «Антихрист» с должностью Папы. Во-вторых, удалить все представления о том, что римский католицизм никогда не был христианской церковью, о чем мы уже говорили. Это значит, что им предстояло создать представление о том, что римский католицизм был когда-то христианской церковью, а затем предался отступничеству и поэтому нуждается в возрождении. Такова была миссия Ривера, Альказира, которую они попытались исполнить. Более того, они попытались привнести идею о том, что большинство пророчеств в книге Откровения уже были исполнены во время правителя Нерона. Это успокаивало всех и упраздняло нужду в изучении этих пророчеств, лишая людей переживания об Антихристе, о едином мировом правительстве и о других важных вопросах. Вальтер Мартин представляет определенный интерес и некую уникальность. Я участвовал в дебатах с мистером Мартином, как и с некоторыми другими ключевыми фигурами. В этих дебатах я задавал им очень неожиданные вопросы. Я разговаривал с мистером Гарри Мэттсом в Ревью и очень удивил его вопросами. Я не только предъявлял веские доказательства, но и требовал ответа на соответствующие вопросы и предположения. Мистер Мартин после этого разговора вел себя не совсем обычным. Они оба не слишком стремились продолжать общение со мной. Можно даже сказать, что они избегали этого общения, которое у нас было с ними обоими. Мы имеем аудиозаписи, аудиозаписи этих дебатов и всех аргументов. Мистер Вальтер Мартин, я знал, что это именно он, занесен в список очень уважаемых Орденом Иезуитов людей. Что это значит? Орден Иезуитов имеет список, составленный и по Соединенным Штатам, список людей-организаций, которые достойны их доверия. И мистер Вальтер Мартин, о чем я говорил в данных дебатах, услышав, что его имя занесено в этот список, сказал, «Я не знаю, почему мое имя значится в этом списке. Я ответил, «Вам следовало бы знать об этом. Вы же исследуете эти вопросы. Почему мистер Вальтер Мартин 25 лет назад написал о культе Марии целую книгу, и спустя 25 лет он представил список, который у меня даже есть с собой, список культов, куда он занес самые опасные культы, в которые вошли такие динаминации, как крестьянская наука, свидетели Еговы, мормоны». Этот список начинается с мормонов. Я ожидал, что в самом начале этого списка самых опасных культов у него будет значиться римский католицизм. Но на этом месте были мормоны. Мормоны стали жертвой римского католицизма, и не только они. Но теперь жертвой стал и Вальтер Мартин, потому что даже мормоны являются продуктом римского католицизма. Вопрос воскресения и будущих событий, связанных с ним, является ли этот вопрос продуктом иезуитов, и что вы об этом знаете? Я знаю следующее. Даже адвентисты седьмого дня подверглись величайшему обману во всей истории церкви. Доказательством этому является позиция лидеров церкви, которые уверены в том, что они никак не могут действовать на противоположной стороне, потому что противник уже разоблачен, противник изучен, и его истинные намерения и планы уже открыты, что свидетельствует о проведении соответствующей подготовки иезуитами. Самым волнующим моментом в истории для нас является время подписания подавляющим большинством документа, подготовленного самым искусным образом с целью соблазнить, если возможно, и избранных. Но не хотите ли вы сказать, что адвентистские лидеры будут просто обмануты? Нет, это не так. Как церковь, соблюдающая субботу, могла быть обработана иезуитами? Она могла быть обработана следующим образом. Римский католицизм уже в настоящее время, вот почему вы можете читать католика, написавшего о неправомощном изменении с субботы на воскресенье. Уже в настоящее время решением Ватикана римский католицизм склонен согласиться с этой ошибкой. Римский католицизм готовит величайший сюрприз для всех. Дело в том, что решающим вопросом будет не вопрос воскресенья. Скажу вам, что католичество примет субботу, и вы увидите, почему. Причина этого заключается в том, что католицизм уже выступил на Втором Совете Ватикана с решением о том, что римская католическая месса, которая совершалась только по воскресенью, и которая была единственной истинной мессой для католиков, даже если они путешествуют, и даже несмотря на все остальные препятствия, сегодня, после Второго Совета Ватикана, вся картина уже изменилась, и вы знаете, как она изменилась. Вся картина изменилась так, что теперь месса, совершаемая в субботу, уже считается такой же ценной, как и воскресная месса. Но это еще не все. Субботняя месса теперь уже может даже заменить воскресную мессу. Но ведь именно протестанты, они и иезуиты, настаивают на соблюдении воскресения и на издании национального воскресного закона. Да, это правда. Вообще-то, все это рассчитано на то, чтобы проверить нашу способность разоблачить скрытый обман. Главный вопрос ведь заключается не в субботе и не в воскресении. Главный вопрос заключается скорее в личности Антихриста, чем во дне поклонения. Видите ли, главный конфликт сегодня маскируется и сводится к вопросу дня поклонения, к спору между воскресением и субботой. И это смещение акцента играет на руку римскому католицизму больше, чем это выгодно христианским церквам. В этом направлении идет весь процесс. Ватикан уже утвердил или одобрил официальную публикацию книги Бакиоки об изменении суббота на воскресение католицизмом. Если Ватикан способен зайти настолько далеко, чтобы одобрить публикацию такой книги, то что, по вашему мнению, происходит? Видите ли вы суть происходящего? Если Ватикан готов зайти настолько далеко, позволив, к примеру, официальному должностному лицу в церкви адвентистов седьмого дня, автору этой книги, провозглашающему, что католики изменились субботу на воскресение, что изменили этот день поклонения именно они, и говорит это открыто, называя вещи своими именами, и кардиналы соглашаются с этим мнением, то что, по-вашему, они собираются вскоре сделать, соглашаясь с этой книгой? Они собираются заполучить сочувствие, преданность и симпатию всей адвентистской церкви, как они заполучили симпатию пятидесятнической динаминацией, и всех остальных протестантов посредством других всевозможных шагов. Тем не менее, они не отказываются от всех остальных своих позиций. Все остальные вопросы, как то дар языков, харизматические дары, во всех остальных вопросах они поступают так, что никто не может предугадать, какой следующий шаг они предпримут. Другими словами, за их действиями не видно никакого злого умысла. Вы видите, Ватикан во всей своей доброй репутации, в своих стремлениях к возрождению, признающего свои ошибки, признающего изменения субботы на воскресенье, исповедующегося в этих ошибках и обещающего совершить соответствующие изменения. Совет Ватикана предпринимает такие шаги. Мы видим, что они приняли и официально одобрили субботнюю мессу, чтобы соответствовать Библии. Если они способны зайти так далеко, вы можете быть уверены в одном, в Священном Писании, и я с этим согласен, вы не увидите, что главным вопросом будет вопрос дня поклонения. Главный вопрос значит гораздо больше, чем просто день. Главный вопрос пророчеств заключается в том, кто является Антихристом и где этот Антихрист. как только вы начинаете видеть реальность и ясную картину, открывающуюся в этом пророчестве, все остальное в Писании становится на свои места. Но когда человек ослеплен, не зная реальности, о том, кто такой Папа, и при этом Папа раздает всевозможные милости всем динаминациям, никто не поверит в то, что Папа является таким плохим персонажем библейского пророчества. Если вы проведете некоторый обзор средств массовой информации, то вы обнаружите некоторую закономерность. Это касается не только газет. Вы обнаружите некоторые изменения даже в кинематографии. Много фильмов было снято, много статей написано и много программ выпущено по радио и телевидению, много ток-шоу, которые обсуждают те же самые вопросы, которые я затронул в этих четырех частях моего свидетельства. Прежде эти вопросы не поднимались. Перед 1979 годом по этим вопросам абсолютно все хранили молчание. Ни один журналист не поднимал вопросы целебата, проблемы целебата, вопросы лесбиянства, вопросы геев среди священнослужителей, вопросы о мафии, ее отношении со священниками, епископами и кардиналами, с коррупционированными священниками, о ситуации с международными банками и их связью с Ватиканом. Ни один из этих вопросов не обсуждался публично до того момента, как эти свидетельства вышли в свет. Затем журналистика и киноиндустрия начали обсуждать вопросы священников, которые порочат свою должность, вопросы кардиналов, которые не верны своему сану, вопросы священников, пользующихся служебным положением в греховных целях. Даже иезуиты были немедленно высланы для того, чтобы давать ответы на эти вопросы, но отвечать своеобразно и определенным способом. Это значит, что они не отрицали происходящее. Они признавали существование коррумпированных епископов, признавали связь кардиналов с мафией, признавали существование священников, неверных своему обету целебата, которые совершали гнусные дела и до сих пор совершают эти дела. Они признавали эти факты, но, видите ли, при этом сама церковь превозносилась. Суть и намерение их миссии было говорить католическому народу и христианскому миру. Да, это действительно происходило, но это были изолированные случаи. Это отдельные случаи, которые произошли где-то с епископом, где-то с кардиналом, где-то со священником. Они не сохранили свою верность, но дело совсем не в нашей религии, дело не в системе, дело не в нашем мировоззрении, дело не в нашей жизни, дело не в наших позициях. Вот что они говорили. Даже сегодня вы можете видеть иезуитов, например, Хемс Кам, как немецкие иезуиты, как Малакайс Мартин. Эти иезуиты наделены священными полномочиями. Это значит, что они имеют одобрение и власть Ватикана. И также иезуитского генерала идти критиковать Папу, критиковать литургию, критиковать священников, и при этом сама церковная система от этого отнюдь не пострадает. Эти люди могут выступать, говорить об этих больных вопросах, но при этом несмотря на все это беззаконие, на всю эту безнравственность, на всю эту испорченность и разложение, на все эти преступления, церковь-мать или церковная система как таковая тут совсем ни при чем. Все связано с отдельными индивидуумами в священничестве, но никак не с системой. Но безусловно, именно система создала всех этих людей. были ли попытки в Соединенных Штатах создать такой особый взгляд на католицизм? О, да. Применялась ли подобная пропаганда? Безусловно. И по этой причине они и достигали таких больших успехов здесь, в Соединенных Штатах, в стране с чисто протестантским происхождением и наследием и чисто христианскими ценностями, принятыми еще в 17-м столетии, когда пилигримы прибыли на северо-восточное побережье этой страны. Но сегодня мы видим лидирующее положение Ватикана в Соединенных Штатах. Что это значит? Это значит, что произошла величайшая из всех известных миру измен и предательств в этой стране. Я имею в виду то прямое предательство и измену в этой стране, о которой свидетельствует тот факт, что ее правительство ищет связи и единства с самым большим преступником, причинившим самые массовые и жестокие страдания в Европе, о которых пилигримы и переплыли, от которых пилигримы и переплыли Атлантический океан, чтобы прибыть в Америку. Мы уже слышали о том, что Соединенные Штаты нарушат каждый из основных принципов Конституции. В вашем обучении и в вашей жизни священника и иезуита приходили ли вы когда-либо к выводу о том, что вам могут повелеть убивать людей? Конечно, да. Клятва и присяга любого иезуита в начале их деятельности и, возможно, вы уже знаете, что я об этом много написал в данном буклете после выпуска первого журнала моих свидетельств. Я также рассказываю об этом на своих больших и малых семинарах, когда затрагивается этот вопрос. В этом журнале под названием «Двойной крест» на одной из страниц вы можете увидеть часть клятвы и присяги, которую я принимал, обещая отнимать жизнь не только у царей и министров, правителей, мэров, сенаторов, конгрессменов, но даже и у моего отца, матери, брата, сестры и любого другого человека, который встанет между мной и интересами римской католической системы. это значит, что даже если вы президент государства и вы каким-то образом препятствуете исполнению целей римской католической церкви, ее стремлением и к власти, то вы можете быть убиты. Мне было дано это власти право, а также обязанность сделать это при необходимости. Любого человека, будь то ребенок, старик, женщина, мужчина, мальчик, девочка, король или королева, независимо от того, кем является человек, когда этот человек или этот город, этот народ, эта страна противодействует целям римского католицизма или просто препятствует достижению этих целей, тем самым этот человек или государство уже навлекает на себя беду. От старой инквизиции осталось очень много. Я бы сказал, что в наши дни существует новая инквизиция, которая действует сегодня, а не просто готовится к завтрашнему дню. И действует здесь, даже в Соединенных Штатах. И так было всегда. Речь идет, впрочем, не о замене старой инквизиции и новой системы. Совсем нет. Дело в том, что старая инквизиция с годами, находясь под покровительством, водительством и поддержкой ордена иезуитов и иезуитского генерала, она изменила свои средства достижения целей и свои инструменты и в определенной степени свои методы. Но инквизиция осталась той же инквизиции. Святой офис никогда не закрывался на перерыв с тех пор, как он был учрежден в 13 веке. Деятельность постоянно совершается. Внутри Ватикана находится тот кабинет, который никогда не закрывается и не прекращает свою работу, действуя день и ночь. Сегодня этот кабинет имеет другое имя. Так получается, что сегодня инквизиция имеет другое имя, другие механизмы и методы для того, чтобы судить людей и подавлять их. Сегодня методы работы более тонкие и невидимые. У меня с собой есть книга под названием «Ночная поездка из Рима», которую мы издали. Автор этой книги один из последних католических священников из Соединенных Штатов, который принял Христа и принял его Евангелие около двух лет назад. Он связался с нами после прочтения моего первого журнала «Моих свидетельств». Его зовут Кларбор Фил. Он был священником в Калифорнии. Вот эта книга «Ночное путешествие из Рима». Здесь вы найдете самые неприкрытые факты об инквизиции в Соединенных Штатах. Автор был настолько знаком с деятельностью этой инквизиции, что он по своей собственной воле и предусмотрительности принял меры к тому, чтобы его родственники, его собственные родственники, к примеру, его мать, вовремя не сообщили, куда нужно, чтобы предотвратить его отделение от католицизма, когда он был уже готов к тому, чтобы соединиться со своим Господом и Спасителем. И эта предусмотрительность была почти пророческой, потому что сразу же после его ухода были попытки его убить. Эти попытки были предприняты иезуитами из Рима и из Детройта, штат Мичиган, в чем участвовал римский католический доктор, член ордена рыцаря Колумба. Взгляните на реальность, и вы увидите, что инквизиция жива и действенна. Она использует другие инструменты, другие методы и даже другое имя. Сегодня они называются отделом сохранения учения и веры. Мы обучались многим различным вещам. Мы изучали химию, особенно связанную с ядами. Мы изучали военные искусства различных видов. И, безусловно, мы не должны участвовать в этом всем непосредственно. Позвольте объяснить. Иезуиты, прошедшие клятву посвящения, не должны напрямую участвовать в своих делах. Они призваны быть только интеллектуальной составляющей, в подготовке различных планов. Возьмите, к примеру, покушение на жизнь Авраама Линкольна. Президент Линкольн был убит римскими иезуитами. Но саму работу совершал не иезуит. Иезуит подготовил этот план и подготовил самих исполнителей этого покушения. Точно так же произошло и с президентом Кеннеди. Покушение на Кеннеди является еще одним фактом деятельности иезуитов, что можно легко доказать. Будущее католицизма, согласно пророчества 17 главы Откровения, которое Дух Святой использовал для того, чтобы убедить меня оставить эту систему, так вот, это будущее католицизма не оставляет никакой надежды. Я стал христианином, будучи в католической системе, и я хотел оставаться в этой системе для того, чтобы помогать другим людям в этой же системе познавать истину. Но 17 и 18 главы книги Откровения Духом Святым убедили меня, что оставаясь внутри этой системе, я не буду иметь никакой надежды кому-то послужить. Их планы рассчитаны на то, чтобы мы сами себя ослабили. Основная вещь заключается в том, что римские католики призваны выходить из Вавилона. Это Божье повеление, выйди из нее, народ Твою Мой. Христианам же Бог говорит словами из Павлана и Фесянам, 5 глава, где ясно сказано, «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Такова позиция христианина, и к этому ведет Дух Святой. Я бы сказал, что эти две вести являются самыми срочными для проповеденной в этом мире. Католикам выйти из нее, христианам держитесь подальше от нее, не сообщайтесь с ними, нет никакого общения, света со тьмой. Когда задается вопрос, верите ли вы, что среди католиков есть истинные христиане, многие отвечают, «Да, конечно, я знаю таких, моя мама, мой папа». Они не знают и не верят во все эти свидетельства. Они просто ходят в церковь, чтобы свидетельствовать о том, что они христиане, но они воистину христиане. Видите ли вы, в чем суть? Многие не задаются вопросом об истинности своей церкви. Возможно, даже видят доказательства ее порочности, но они обязательно придут и скажут вам, что в римском католицизме есть истинные христиане. Но это просто несовместимые вещи. Когда человек убежден в истине влиянием Духа Святого, будучи римским католиком, первое, что он будет делать под влиянием этого же Духа, он оставит систему римского католицизма, потому что сама система римского католицизма уже оставила его. И поэтому только после этого такой человек со спокойной совестью оставляет эту систему. Видите ли, даже человек, оставивший римский католицизм, не стал истинным христианином, то сама система римского католицизма все еще остается внутри него. Это значит, что человек может оставить физическую систему, но при этом иметь ее принципы и Дух внутри себя. Только Христос может освободить и искоренить римский католицизм из сердца человека.